Здравствуйте! С вами я, Алевтина Чумаченко. И сегодня у нас тема создания книги в формате PDF или как сделать электронную книгу. Книга в формате PDF – это один из видов контента в инфобизнесе. Такую книгу пишут, вот ее значок, сейчас мы откроем такую книгу, такую книгу пишут, чтобы донести определенную информацию до своего читателя и подписчика. При этом такая книга очень мало весит по сравнению, например, с видео. Особенно еще и запакованная в архив WinRar и 7zip, что обеспечивает ее быстрое скачивание и распаковку. Книги в формате PDF используют не только для продажи, то есть в коммерческих целях, но и в виде бонусов в курсах, а также дополнительных тех же версий в тех же курсах. В последнее время стало популярно предлагать такие книги в формате PDF за электронный адрес и имя, то есть с целью привлечения подписчика. Как написать книгу в формате PDF или как сделать электронную книгу? На самом деле написать такую книгу в действительности очень легко и просто. И вы, коллега, если еще не писали, то сами в этом скоро убедитесь. Здесь прослеживаются четыре основные шага. Сейчас мы их проговорим, а затем перейдем к практическим шагам. То есть выделяется основа всего этого текста. Он редактируется, что-то прибавляется, убирается. Затем форматирование идет. Используя максимальное, по максимуму возможности, в том числе вставляются картинки, цветом что-то выделяется. Затем вы сохраняете свой текст просто в формате PDF в нужной вам папке. Третьим пунктом вы сохраняете этот же текст в формате PDF. И вы получаете практическую электронную книгу. Четвертое. Мы запаковываем эту книгу в архив Finrar и размещаем ее для скачивания. Для скачивания можно использовать файлообменники, тот же бесплатный народ Яндекс.ру или диск Яндекс.ру, или что-то другое. При этом берете оттуда ссылочку, вставляете соответствующее письмо своим подписчикам. И все. Как видите, все очень просто. А теперь давайте перейдем к практике. Вот у меня текст. У меня он уже готовый. Верт. Видите, верт. Когда я только собираюсь писать текст и открываю верт, я настраиваю свою страничку. Открываю главное, выбираю, какой шрифт у меня будет. Если я пишу на блок, у меня там настроено Arial шрифт. А здесь можно разный шрифт выбрать. Вот Вердана наиболее мне здесь близко. Затем я выбираю, какой размер шрифта. 14, да? Затем дальше вставка идет. То есть вставка номеров страниц. Вы вставляете и где вверху, внизу и так далее. Затем идет разметка страниц. И в разметке вы указываете поля. Если для блока я печатаю, то я указываю узкие. Вот видите, узкие поля. Если для книги, то средние. Почему? Потому что обычно здесь вставляется рамка, и вы, наверное, это видели. Ну и если для книги, то по этим вкладкам мы пройдемся позже. Сейчас главное. Вот у нас текст напечатан. То есть я его уже отредактировала. Что-то добавила, что-то убавила, изменила. И теперь займемся его форматированием. Начнем с заголовка. Установка Windows 7. То есть можно, видите, он выделен жирным шрифтом. И у нас такой размер шрифта. Но здесь вот можно побольше сделать размер шрифта. Или можно чуть меньше. И я перехожу вот в такой параметры анимации вкладочку. Можно выбрать различные. То, что вам нравится. Давайте это выберем и оставим. Так, дальше давайте вставим какую-то картиночку. Я иду по всему тексту и вставляем картиночку. Так как у нас Windows 7. Вот вставим. В Verdi очень легко изменять размер картинки, просто подводя вот так вот за уголочек. И щелкнем. Всё, дальше что-то такое нам нужно. Если вам нужно выделить, например, абзац целый, то можно зайти в цвета темы и вот так выделить. Или жёлтое. Пусть будет так у нас. Или вы какое-то, ну, хотите, например, вот одно выделить, то можно просто вот так вот выделить, да? Без проблем. Далее я хочу вот сюда тоже вставить картиночку. Вставка рисунок. Я уже заранее подготовила. Вот сюда. И вот мне не нравится, что здесь так. Тогда я захожу сюда и нет цвета убираю. Так, здесь я всё выделю. И нет цвета. Пусть будет без цвета. То есть, проходитесь по всему меню Verdi. И фигуры ли вам нужно вставить, диаграммы, верхний ли колонтитул, нижний колонтитул вставляете, надписи делаете, ссылочки вставляете, размётку ли страниц делаете, ориентацию. То есть, вот у нас сейчас книжная ориентация. Или, может быть, вы подложку какую-то сделаете, да, секретно. Всё, что угодно. Цвет страницы вы можете поменять. Дальше вы можете сделать границу. Вот здесь у меня тип нет границы. Давайте поставим рамка. Здесь можно с тенью, объёмная, другая и так далее. И мы даже выберем эту рамку. Какая она у нас? Чёрного цвета. И вот такую рамку выберем. И сделаем вот так. Окей. Рамка у нас появилась. Вы такое видели уже. Вы можете даже в две колоночки, видите, здесь у нас в одну колонку, даже в две колонки сделать. Кроме того, если вы нажмёте на рецензирование, у вас открываются связанные заметки воне ноты. То есть, можно использовать и отсюда то, что вы записывали. Обязательно проверяйте правописание. В последнее время всё чаще можно заметить на просторах Рунета грубые ошибки в русском языке. Просто незнание русского языка. Если вы пишете книгу, естественно, перед этим напишите содержание. Ну и здесь я не буду писать. Это вы сами можете. Содержание и в каждой главе, и страницу. Название главы и страницы. А вставим ещё титульный лист. Вставка. И вот здесь. Стандартные. А чуть ниже дополнительные титульные страницы. Вам они не видно. Ну вот я нажму. Мы это уберём. И добавим что-то другое. Титульную страницу. Это не обязательно будет у вас такой цвет. Здесь цвета. Все их можно изменять. Но вот я добавлю элементарное. Здесь пишите название документа. Можете ввести его под заголовок, дату и так далее. Ну вот приблизительно так я изменила. Изменила цвет. Сделала жирным и синим цветом. Увеличивала под заголовок, автор, какой год. И затем я. Мы просто начинаем работать с колонтитулами. То есть вы смотрите, какой вам выбрать колонтитул. Вот я выбрала этот колонтитул. И здесь сразу вводится название вашего документа. То есть тот, который вы ввели в титульном листе. И затем, затем нижний колонтитул. Здесь вводится название текста. То есть я написала здесь адрес своего блога. И затем закрываете это окошечко. И вот смотрите, что у меня получилось. Вот у меня верхний колонтитул. Установка Windows 7. И вот внизу адрес моего блога. Я естественно выровняла посередине. Жирным шрифтом. И наклонной курсив. Всё. И сохранила. Что нам дальше нужно делать? Давайте посмотрим. Сохраняем свой текст в формате Word в соответствующей папке. Это мы уже сохраняем. Третье. Сохраняем этот текст Word в формате PDF. Получаем книгу. Вот у нас уже есть её титульный лист. Меня это устраивает. Я нажимаю на файл. И сохраняю. Как? У меня открывается Word. Установка. У меня был мини-кюрс. Дальше. Тип файла. Вы видите документ Word. Вы нажимаете здесь. И выбираете PDF. Вот мы выбираем PDF. И нажимаем сохранить. Замените. Ну да. И вот вы видите. Книга уже есть. Такая же книга, как какую я вам показывала ранее. У неё значок Windows 7. Установка Windows 7. Конечно, некоторые используют программы. Но сейчас в офисной системе, операционной системе Верс 2010, нет никакой надобности использовать программы. Вот смотрите. Специальные программы для компоновки в электронную книгу. В файл нажали «Печать». И вот здесь вот, вот у меня ксерок стоит. Вот. У меня установлен драйвер PDF. Видите? И если я сейчас нажму, пойдёт процесс компоновки PDF. Вот. Установка. Тип файла Adobe PDF. И сохранить. Всё. Можно и так. Вот она у меня. Вот такая вот книга. Но мне кажется, всё-таки лучшим вариантом и наиболее простым является, когда мы просто сохраняем как через Word в формате PDF. Всё. Никаких программ не нужно. Современная операционная система Верс 2010. И это нам позволяет. Далее. Эту книгу. Ну, я возьму для примера то, что у меня есть. Мы просто запаковываем в архив. Добавить в архив. Просто нажимаем. Вот она у меня RAR. Вот. Вот она у меня в архив. Видите? Запаковалась. Следующий шаг. Вы или на Яндекс.Диск её загружаете. Через Яндекс очень легко найти. У вас есть адрес Яндекса. И здесь даётся бесплатно 2 гика. Или бесплатный файлообменник тоже с Яндексом. Электронным адресом Яндекса вы заходите сюда и загружаете свой файл. Здесь у вас очень простая процедура регистрации на этом файлообменнике. Он бесплатный. Неограниченное пространство для ваших файлов. После того, как вы загрузите ваш файл архивом, у вас будет ссылка. Эту ссылку вы скопируете и затем разместите на соответствующем письме своим подписчикам. Но мне могут задать вопрос. А как читать эту книгу? Дело в том, что существует определённая программа. Называется Adobe Reader. Как я её нашла? Вы можете набрать Adobe Reader в поисковике Google. И просто вот здесь нажимаете на ссылку. Это убираем. Нам этот не нужен. И здесь смотрите. У вас другой язык или операционная система. Вы нажимаете на неё и вводите своё. У меня в Google, поэтому автоматически переводят. Операционная система у меня 7. Язык русский. Выбираете. Шаг 3. И скачать. И вот здесь скачать сейчас. То есть нажимаете левой кнопочкой мыши. Скачиваете. Я обычно выбираю, когда что-либо скачиваю, всё на рабочий стол. Это потом уже вы вырежете с рабочего стола и вставите в соответствующую папку, в которую вам нужно будет. И у вас вот такой вот ярлычок появится на рабочем столе. Ну вот у меня есть такая программа в закачках. Видите, как только у вас появится такая программа в закачках, она у вас, у вас без проблем будут открываться книги. В новых ноутбуках, которые сейчас покупают, предлагают продажи, они вставлены. Ну вот всё, что я вам хотела сказать, дорогой коллега, а как, с помощью какой программы можно размещать свои книги на подписном листе, то есть обложку, какую делать в своей книге, я расскажу в следующем своём видеоотчёте. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. С вами была Алевтина Чумаченко. До встречи.